Добро пожаловать на пересадочную станцию. Сегодня нас ждет удивительный мир ЛитРПГ. Поэтому приготовьтесь, мы отправляемся. Третий день сижу в этом клоповнике, таверне Джеральда. Мелким шкетом я нередко забирал отсюда подвыпившего отца, пытаясь тащить его домой и получая подзатыльник. Рука у него была тяжелой и мозолистой. Ничего тут не изменилось за прошедшие годы. Сквозь полусгнившие доски пола выглядывают нахальные тараканы. Мыши, шевеля усами, прямо со стола тащат еду. Все так же сидит в углу, накачиваясь дешевым пивом хэми. Молодой парень, рано потерявший семью, в огне охватившем их мастерскую. Жирные мухи облепили мутный и загаженный бычий пузырь, вставленный в оконную раму. Третий день пытаюсь накачаться, но это не удается. Я выпил все, что нашлось у стороны Джеральда, толстого, колченого, вечно недовольного жизнью трактирщика. Уже знаю каждую щербинку на столе, каждую трещинку своей глиняной кружки. До боли знаком скрип стула подо мною. Алкоголь меня не берет. Дорогое заклинание Керуак, которое я выпросил у знахарки Монош, не помогло мне забыться. Почему мне? Простому фермеру? Почему не королю, богам, а? Я воткнул в себя нож. И снова слез с холодной ритуальной плиты. Третий день, я, двадцатилетний сирота Макегвен, не могу причинить себе боль, умереть, напиться, и вижу людей и нелюди по-другому. Джеральд, например, трактирщик Джеральд двадцатого уровня. А вот знахарка Монош тридцатого уровня, Хэми пятнадцатого уровня. Какой у меня, я не знаю. Даже у животных появились обозначения. О, да, еще я вижу под ними полоски, зеленые такие. Однажды Хэми упал, и она у него стала желтой. Какие нахрен уровни, полоски? Мой истеричный хохот не заинтересовал никого в этой унылой грязной дыре. Да и на что им удивляться? Тупые программы, набор цифр. Они думают, что уже всю жизнь сидят в этом Токбридже, делают свои дела. Что у них были или есть семьи, ими правит добрый король, и за всем этим присматривают милостивые боги. Я так тоже думал, пока не проснулся в кровавом поту три дня назад. И понял, что мир изменился. Природа страха была мне непонятной. Я скулил, бился об пол, в кровь сдирая ногти, пытаясь закопаться. Страх заставлял меня забиваться в самый темный угол. Тогда я не выдержал боли и убил себя, насадив на вилы. И еще раз. И еще, и еще. И все время оказывался на ритуальной плите. Холодный, черный, как кожа горгула плите. Мир изменился. Вот нас секунду назад не было, и вот мы уже есть. И у нас есть жизнь. И у нас была история. Я не знал, кто нас сделал. Но знал, для кого. Ненавижу. Они начали появляться утром, когда боль уже спала. Рванини. Иные уже в добротной одежде со смешными именами. Которых у нас в западном уделе Лавернолла никогда не встретишь. Люди. Орки. Гномы. Эльфы. Тролли. Хоббиты. Рогерты. Клинги. И десятки других. Не виданных мною раньше созданий. Наглые. Самоуверенные. Просящие. Они захлестнули Токбридж, приставая, клянча и получая задания. Мои безвольные соплеменники выполняли их просьбы. Из раза в раз расплачиваясь звонкой монетой. Скоро пришлые, как я стал их называть, истребили всю живность в лесу. Но она так же, как и я, скоро возродилась. И снова умерла. И снова возродилась. Это был круг. И всех все устраивало. Меня тоже убили. Камнями и палками. Просто камнями, просто палками. Из плохонького лука, ржавым мечом. Я пробовал отбиваться, но они брали толпой. Как потом услышал, собирали группу, чтобы убить Нальха и открыть деяние. Все село однажды погибло. Забавы ради. Но селяне этого не помнят, дают деньги и задания раз за разом. Были и другие. С цепким умным взглядом. Они долго не задерживались, уходя в город. Сходил и я. Огромные толпы народу прибывали и прибывали. Но тут им не давали разойтись городские стражники и рыцари-наместника. А нас никто не спасет и не защитит. Никто. Третий день я сижу в таверне Джеральда. Я пью и не пьянею. Я ем и не чувствую вкуса. Я умираю, но возрождаюсь. И мне страшно, что я такой один. Мне страшно, что я не хозяин своей жизни. Мне страшно, что нас будут убивать снова и снова потехи ради. Чтобы отточить скилл. Как сказал один из пришлых. Керамическая кружка, ухнув со стола, покатилась по полу, распугивая упитанных тараканов. Пивная бурда была незаметна на грязном полу. В утренний час таверне было пусто. Только неожиданно трезвий взгляд в опивохе задержался на смуглом, мускулистом высоком парне с неровно обрезанными черными волосами, удерживаемыми красной плетеной нитью, выходящего из полумрака таверны в яркий солнечный день. Сегодня славный день, да, Микки? Молодой воин, одетый в поблескивающую на солнце кольчугу, из-под руки оглядывал некогда изумрудную равнину, на которой где-то в лазурной синеве раздавался клёк от орла. Не славнее прошлых, Хэми, не славнее их. Седые глаза статного витязя цепко осматривали ряды воинов, лучников, магов, что безмолвной стеной замерли напротив. Их знамена он знал наперечёт, не первый год они встречались. И здесь сейчас остались лучшие из тех, что когда-то ступили на благодатную землю их мира – Варма. «Тебе страшно? Почему ты не даёшь нам атаковать? Мы же отрезали их от алтарей, это остатки. Смотри, у них практически нет конницы, их петы, как они их называют, еле дышат. У них уровни под сотку, а у нас не меньше двухсот пятьдесятого. Ты так вообще трёхсотый. Вспомни, что они вытворяли. Вспомни, что они учинили в первый год пришествия». «Не за себя, друг мой, я боюсь. За то, кем они становятся там, умирая здесь». Постскриптум. Страх. Эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. «В отличие от боли и других видов страдания, вызываемых реальным действием, опасных для существования факторов, страх возникает при их предвосхищении». Функционально страх служит предупреждению субъекта о предстоящей опасности, позволяет сосредоточить внимание на её источнике, побуждает искать пути её избегания». Краткий психологический словарь. Пост-постскриптум. «Третий день я сижу в таверне Джеральда. Я перекатываю в руках медальон работы ВВК. Забавная вещица. Крыса, кот и пёс держатся по кругу за руки. Ни я, ни один из магов не могут его опознать. С той битвы оно у меня. Я снял его с последнего пришлого». Сквозь оконное стекло пробивается луч солнца. И можно увидеть, как пылинки танцуя и кружая в замысловатом танце, оседают на лакированный пол. «Третий день я пью и не пьянею. Я ем и не чувствую вкуса пищи. В третий день мне ничего не даёт забыться. И всё же, кем они стали там, умерев здесь? И кем стали мы?» С возвращением. Если вам понравился этот мир, обязательно поделитесь им в социальных сетях, поставьте лайк и напишите свои мысли в комментарии. Ну а чтобы выбрать следующий, просто нажмите на одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах. Субтитры создавал DimaTorzok